Всем привет! Меня зовут Елена, проживаю в городе Воронеже, и вы со мной на канале «Сад бесконечного лета». Сегодня в ролике у нас комнатные цветы, тема гипиаструмы после цветения. Что мы будем с ними делать после того, как полюбовались цветением? Специально оставила четыре образца, таких четыре экземпляра, чтобы показать вам поэтапно. У вас гипиаструм цвёл, 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 любовались вы красотой. Что мы делаем дальше? Это у меня последний цветущий экземпляр. Цветы завяли, но сам цветонос, трубка ещё упругая, зелёная, целая. Полностью я не срезаю. Я срезаю только верхнюю часть. Верхнюю часть. Вот так. И всё, оставляю в таком виде до полного усыхания. Так. Здесь грунт немножко рыхлим. Если грунт сухой, можно пролить просто водой. Просто водой. Мы его подкармливали во время цветения фосфорно-калийными удобрениями. Он постарался, отдал всю красоту. И теперь чуть-чуть, пускай он отдохнёт. Сухой грунт, полив обычной водой. Так. Дальше. Экземпляр. Вот, смотрите. Вот перед ним отцвёл экземпляр. Видите, я отрезала верхнюю часть, и сам вот этот цветонос, он начал засыхать. Почему я не срезаю сами цветоносы после цветения полностью? Потому что, когда усыхает цветонос, он отдаёт все питательные вещества, которые у него находятся в цветоносе, в саму луковицу. Я его вчера проливала. Скорее бы пришло тепло, я бы вывезла их на дачу, дала бы свежий грунт. Объём я увеличивать не буду, потому что у меня нет места для их содержания в зимнее время. В то время, когда они цветут. Так, дальше смотрим. Этот же не высох до такого состояния. Видите, он такой вот какой-то, там внутри вот эта вот слизь какая-то. Но я не убирала, специально как бы для ролика оставляла. Так, это, кстати, у меня приобретался под сортом афродита, но рассвёл совершенно не афродиты. Поэтому, ну, бывают и пересорты. В этой ситуации что делать? Ножка уже, этот цветоносик загнил. Вот. Так, убираем. Но здесь немножко придётся почистить горлышко. Я сейчас вот так вот срежу. Это всё листиков пока ещё он не дал. Я его почищу. Так, как мы будем чистить? Срезаем. Срезаем верхушечку. Соответственно, захватываем, где цветонос подгнил. Вот, смотрите. Выдернуть я его не смогла, и вот он остался. Всё. Самое главное, мы убрали загнивающую часть. Сейчас вот это место мы обработаем фунгицидом. Можно обрабатывать такими препаратами, как фундазол, сера. Можно применять и корицу, и куркуму, и максим. То есть все препараты и специи в том числе, которые продезинфицируют. Промокну, потому что, видите, сок начал выделяться. Нет, наверное, на камеру не видно, но стал, соответственно, выделяться сок. Сейчас диском ватным промокну и обработаю этот срез. У меня своя схема. У каждого, наверное, свой подход, свои обработки. Но я делаю так. Я использую хлоргексидин. И немножко смачиваю ватный диск хлоргексидином. И вот так вот протираю. Тем самым убираю сок. И дополнительная дезинфекция. Даю немножко подсохнуть. Я сегодня обработаю фундазолом. Хороший очень препарат. Все препараты, которые я озвучиваю в ролике, показываю, как я их применяю, это не реклама. Я ничего не рекламирую. Я демонстрирую только свой опыт. Исключительно. Фундазол в таком порошке. И вот так вот. Ватной палочкой, либо можно кисточкой. Как вам удобно. И вот так вот промазываю. Затем рыхлю грунт. Он такой полувлажный. Но я тоже поливать его не буду пока. Видите, луковица большая, наросла, хорошая, здоровая. Вот так вот немножко. Но она немножко углубилась. Я ее сажала выше. У гипиаструмов есть такое свойство со временем заглубляться. Вот смотрите, детка. Пускай детка пока около мамочки сидит. При пересадке я отделю детку, дам свежий грунт, дополнительно обработаю и снова посажу. Оставляю пока в таком состоянии. По мере подсыхания мне нужно вот этот вот цветонос потом будет убрать. Но я так думаю, что я это смогу сделать при пересадке, потому что край горшка мешает и мне очень неудобно. Вот последний экземпляр. Вот в этом случае все усыхание цветоноса прошло благополучно, без всяких последствий. Вот так вот беру и потихонечку оттуда его вынимаю. Все, видите? Но вот здесь вот прям на краешке, где была там внутри, он крепился к луковице, там немножко влажновато. Ну и что мы сделаем? Мы, конечно же, только используем другую ватную палочку или другой конец. Каждую луковицу нужно обрабатывать индивидуально, иначе, не дай бог, что-нибудь можно занести от одного к другому. И вовнутрь засыпаю фундазолом. Тем самым мы останавливаем вот этот вот процесс загнивания. Все, при поливе самое главное сюда не попадать, где крепился цветонос. Все, здесь очаровательная детка. Листья начали вегетировать. В принципе, все нормально. По осени вот так вот почищаем горло и обрабатываем. Но это все в перспективе. Соответственно, рыхлим грунт. Вот здесь грунт сухой. Я его не поливала. В данном случае я пролью по краю горшка, отстоянной водой, комнатной температуры. Вот это вот можно убрать. Здесь то же самое. По весне отселяю детку. Вот здесь вот оно подсохнет к тому времени. Здесь можно чуть почистить вот эту сухую, вот эти чешуйки сухие убрать. И все. Ну, просматриваем, все хорошо. Ну, вот здесь вот какое-то вот пятнышко образовалось. Но это я почищу при пересадке. То есть, вот эту, по идее, вот эту вот верхнюю чешую можно было снять. Ой, а вот здесь вот смотрите. Вроде пузико или цветонос там замер. Нет, я, наверное, пожалуй, посмотрю. Так, обрабатываем нож спиртом. Вот с гипиастерами мне нужно быть предельно внимательным и соблюдать стерильность практически. Вот, но ее все равно снимать. Давайте вот так вот просто разрежем и отогнем. Если там детка, мы поможем ей. Так, сейчас у меня инструмент для отгинания чешуек. Вот я приноровилась ножом для пластилина работать. Вот смотрите, вот так вот отгинаем и смотрим, что там. Вот оно дальше. Ну, раз мы уже как бы убрали это все, вот и снимем. Вот видите. Вот такое повреждение. Если бы вот мы оставили, оно бы пошло дальше на луковицу. Это повреждение. И вот так вот потихонечку прям кусочками. Кусочками. Вот здесь вот нормальная сторона у чешуйки, поэтому... Ну, пускай будет. Тем более я... Тем более она как-то, видите, боком вылезла из-за детки, наверное. Она сама так повернулась. Ну, и пускай. А это оставим. Сейчас вот этот вот кусочек еще срежем. Вот, подсохшая. А вот смотрите, смотрите, я до чего-то интересного докопалась. Вот. Вот что это? То ли лист, то ли... Нет, это детка. Вот смотрите, Аня, как-то... Я не знаю, видно, не видно из-за этой детки вам... Сейчас я ее освобожу и вам покажу. Но боюсь повредить. Повредить. Так. Ну, вот сейчас вы видите. Повернула горшок. Оп. Так. И пинцет есть. Ну, я как-то не знаю. Перед видео не приготовила инструментом. Конечно, удобнее пинцетом доставать. Вот и посмотрим. Детка на детке. Что творится? Вот, посмотрите, вот растет детка. А вот она еще. То есть, между мамочкой и деткой. Вот повредила листик на детке. Ну, ладно, ничего страшного, я думаю. Вот. Ну, без пинцета не обошлось. Так. Сейчас вот это вот уберем. Вот эти. Оп. Удобно. Пинцетиком удобно подлезть. Почистить. Здесь же я обработаю фундазолом. В качестве профилактики. Ничего такого нет, но немножко припудрю фундазольчиком. Вот там вот. Конечно, хочется вам все показать более наглядно. Но сейчас как могу. Вот так вот давайте. Вот. Вот так. Все. Чуть-чуть обработали. Ну, и все. Пускай растет. Аккуратненько. Теперь нужно этот экземпляр аккуратно полить. Самое главное... Ну, может, пускай чуть подсохнет. К вечеру полью по краю горшка. Вот это вот место, конечно, нежелательно, чтобы влага попадало. Ну, вот так полью. Вот так. Сюда заливать не буду. Теперь будет отрастать вегетативная часть, то есть листья. И луковицы будут набираться сил и запасать в себе питательные вещества. Это летний период. Когда мы выйдем все на дачу, я имею в виду себя и растения свои, когда я буду пересаживать, отделять деток, естественно, я буду снимать видео. Поэтому присоединяйтесь к нам, оставайтесь на моем канале. Будет много интересного. У кого какие будут вопросы, пишите в комментариях. Не забывайте ставить лайки. Это помогает продвижению моему каналу. И мне приятно. Ну, а на этом сегодня все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok